Всем привет, друзья! С вами Болторез, и сегодня у нас новинка из стима! Вы представляете, наконец-то в стиме начали выходить инди-хоррор. Называется игра Арахнофобия. Признавайтесь, кто боится пауков? Я не то чтобы их боюсь, но, знаете, сволочи, они такие мерзкие и неприятные. Особенно, если ты этого не ожидаешь, голову поворачиваешь, а вот тут, блядь, паучара сидит. Очень-очень, знаете, отвратительное ощущение. Мы подбираем фонарь на F. Ебать. Куда у меня нахуй улетело все? На F мы его включим. Что, блядь, за фрезы? Твою мать. Где оптимизация-то? Хотя вроде как 200 фпс. А может быть в настройках у нас даже имеется какая-нибудь вертикальная синхронизация? Ага, хуй нарыло тебе. Ну ладно. Тогда будем пытаться проходить именно так. Открываем двери и что нам нужно сделать? Логично предположить, что нам нужно найти пауков. Наверное, истребить их. В таком случае мне надо было давать не фонарь, а. Да, блядь, ты будешь нормально... Ну это что за хуйня, блядь, уважаемые разработчики? Ёбаный в рот. Вы свои игры проверяете или нет? Ну как в эту хуйню можно играть? Я даже из комнаты выйти не могу. Спасибо, блядь. Ёбаный в рот. А, даже так? Так понятное дело, здесь паук живет. Нахуй мы к нему вообще в дом пришли? Живет себе спокойно и живет. Вообще не понимаю нашего главного героя. А может быть, может быть, этот паук нас похитил, приволок себе в дом и решил нас сожрать чуть попозже. А мы тут, блядь, такие проснулись и пытаемся отсюда сбежать. Да, он, получается, какое-то время назад парализовал нас своим ядом, и именно поэтому у нас вот такая вот хуйня с мышкой происходит. Да иди нахуй. Э, а какого хуя ты зашел-то сюда? Я думал, это сейф-зона, и я смогу здесь стоять столько, сколько мне заблагорассудится. Вы умерли? Блядь, спасибо, капитан Ясенхуй. Давайте мы попробуем тогда сделать все очень быстро. Эта игра явно не про стелс, поэтому побежали. Вот в этом двери я еще не ломился. Тоже закрыто. Тогда на второй этаж. Нам нужно занять ту комнату, когда... в которую, точнее, ни один паук не залезет. Эта дверь вообще не открывается. Где пауки не любят находиться? Я знаю, что они любят темноту и сырость, поэтому в ванну и туалет мы точно не пойдем. Нам нужна светлая, блядь, просторная и теплая комната. Сухая желательно. Что это может быть за комната? Библиотека! Точно! Нам нужно найти в доме библиотеку и там отсиживаться. Блядь, а вообще двери-то открываются? Нет? Вряд ли. Потому что это дом паука. Нахуй пауку вообще двери нужны? Он надо и под ней проползет. Ну ты посмотри, блядь, ничего не открывается. А игра-то, между прочим, стоит денег. Почти 100 рублей. Как с куста. И нихуя не работает. Блядь, ну серьезно. Ага, 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 слышу. Хе-хе. Да ебаный вру... Ооо, ну все понятно. Прекрасная смерть. Мы даже увидели нашего главного героя. На самом деле, просто опять у меня мышка улетела. Поэтому... Я потерял драгоценные секунды нашего времени. Ну, по крайней мере, теперь мы знаем, куда нужно идти. Смысла тыкаться в эти двери нет никакого. Нам нужно подняться вот сюда на второй этаж. Подкопить немного стамины, вот. Теперь можно еще немножко побегать. И попытаться... Выйти в другое крыло. Допустим. Так, кухня, хорошо. А сюда можно спрыгнуть? Можно, но не нужно. Я, конечно, не уверен, но мне кажется, что я там разобьюсь. И опять буду начинать с самого начала. Так, ну вот кухня, это уже хорошо. На кухне, мне кажется, пауки не водятся. Максимум тараканы и крысы. В камин тоже вряд ли залезет. Вот, паук. Бля, у нас, оказывается, очень много мест, где можно спрятаться. Судя по звуку, дверь, блядь, открылась. И она, да, действительно открылась. И я, блядь, уебался тут за текстуры. Господи. Давайте мы попробуем осмотреться и найти какое-нибудь место, где можно что-то сделать. Получается, можно было туда прыгнуть, как-то там, наверное, проходить всеми вот этими путями. Или нет? Так, вот здесь можно пройти. Ну-ка, ладно, ну-ка, 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 ну-ка. А, получается, я как бы по потолку хожу и не могу спуститься, ёбаный в рот. Вот, и полетели нахуй правильно. Во, отлично. Мы оказались на самом дне. Можно это использовать. Хорошо. То есть игрой так и было задумано, что мы спустимся вниз. Может быть, в этом доме я должен был найти какие-то предметы, может быть, даже взрывчатку или мышьяк, какой-нибудь яд. Я не знаю, чем вообще вытравливают пауков. Просто нахуй это надо. Паук это, к счастью, как говорят, живет себе и живет. Вон у меня в доме тоже полно пауков, они периодически вылазят. Но они мне жить не мешают, нахуя мне их выгонять? Вот тараканы, да, мерзкие ублюдки. Тьфу, блядь, нету их. Но я помню раньше в детстве, когда еще жили с бабушкой, ебаный в рот, на кухню заходишь и эти рыжие ублюдки своими смотрят, маленькими черными глазенками и устиками шевелят. Тьфу, блядь, мерзость. Так а нахуя сюда пришел? Вообще выйти никуда невозможно. Как будто бы мне нужна зажигалка, чтобы этот паучий пух сжигать и проходить по туннелям. У меня вообще нихуя... А, нет, смотри-ка. Еще один, бедолага. Может, у бабушки, надо спуститься. Пиздец. Кстати, у меня мышка перестала лагать, летать. Во. На нижнем уровне, оказывается, оптимизация есть. А там, наверху, там очень много всего, поэтому как бы да. Так, все, мы от лестницы отъебались и что? Идем туннелями, хорошо. Вот они появились, прыжки. Ну, бежим. Подожди, я нихуя понять не могу. Я же, по идее, должен был сюда именно прийти вот таким вот образом или нет? То есть, я должен был сам не через текстуры, как я проебался в первый раз, а вот так вот ногами нормально по лестнице. Да, я должен был сюда прийти. Вниз. Зачем? Хотя нет, здесь, блядь, все забито. А нет, смотри-ка, мы открываем. И оказываемся в самом начале. Нахуя это было сделано? Блядь! Че ж ты, сука, подкралась-то так незаметно? Где звуки, паук? Разработчик, добавьте звуки. И еще раз. Мне очень интересен этот продукт. Естественно, как вы понимаете, сама по себе игра это полное говнище. И никакого интереса, страха и всего прочего она из себя не представляет. И сложно это получить. Но мне интересно, как все здесь устроено. В чем заключается геймплей? Я же, наверное, должен какие-то предметы здесь все-таки искать, подбирать. Правильно? Или нет? Как-то же я должен вообще тут спасаться. Антидот. При том, что у меня, блядь, инвентаря нет ни на тап, ни на ай, ни на хуя, и вообще ни на че у меня нет. Я не могу посмотреть, что у меня есть. Просто если в игре действительно нужно подбирать предметы, где-то их там использовать, ну, блядь, ну это же очевидно, что должен быть инвентарь. Вот я подобрал какой-то антидот. Нахуй он мне нужен. У меня никакого здоровья нет, соответственно, я себя хилять им не смогу. Значит, этот антидот, что он мне, может быть, вторую жизнь даст, если меня паук въебет. Можно, конечно, попробовать проверить, но ну его нахуй. Еще раз! Давайте подойдем к той самой двери и попробуем ее открыть во второй раз. Потому что она нормально откроется, а то что-нибудь у нас имеется. О, здесь мы еще не были. Да, здесь нужен кейкарт. То есть, да, получается, ты вещи подбираешь. Пробуем. Ну, ебаная багованная дверь, а! Я охуе... Понял. Давайте мы спрячемся в текстурах вот здесь. Я охуеваю от игр, которые выходят в стиме, но это просто пиздец. На всяких левых сайтах качаешь какие-то альфа-демо-версии. Они и то более-менее работоспособны. Но это что, блядь, за ужас? Еще какая-то приблуда. Со значком радиации. Ну, все сходится. Да. Кто-то рыл очень глубоко. И мы, блядь, вообще в бездну улетели. Рыли глубоко, нашли красивого паука и захотели сделать из него статую, мумию, чтобы она была большая, красивая. Мы начали ставить опыт, и он вырос и дал всем пизды. Так. Пробуем. Я запустил этот кусок говна еще раз. И попробуем сейчас сделать все красиво. Как вы догадались, нихуя рандомного здесь нет. Абсолютно нихуя. Поэтому мы движемся четко по этому коридору. Потом уходим направо и открываем дверь. Ту самую забагованную дверь. Потому что больше нам идти некуда. Мы делаем все правильно. Никаких вариантов не предусмотрено. И предметов, самое главное, тоже нигде нет. Хотя, может быть, вот здесь кто-то не допил бутылочку портвишка. Ну, о-о-о, здравствуйте. Как вы... Блядь, не вовремя-то, а! А он меня не заметил. Хе-хе-хе-хе-хе. Ладно. Может, ему нассать туда? Обидится еще. Ладно, не будем так делать. Здесь у нас, получается, элеватор нужен кей-карт. Кей-карта нигде нет. Кей-карт, кстати, может быть в тех самых коконах, которые мы нашли внизу. Ну, вот допустим, блядь. Я дверь открываю, но она, сука, багованная. Она не открывается. Я захожу и все. И до свидания. Причем она как бы есть. Вот я не могу сквозь нее пройти. А вот так могу. Так, вот он тот самый лифт, получается. Да. Именно поэтому, наверное, нас сюда и не пускают. Да-да-да-да-да-да-да. Здесь лифт. Мы спускаемся. И там где-то внизу что-то должны взять. Блядь, ну я не могу туда никак зайти. У меня нет кей-карта. Значит, кей-карт должен быть где-то... Должен быть здесь. Хорошо. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, куда эта дверь-то ведет? Я, блядь, не понимаю. Куда она должна меня привезти? Вот куда? В никуда. Все правильно. Мы еще не пробовали вот здесь вот спрыгнуть. Но мне кажется, это все очень плохо кончится. Даже главный герой, смотрите, до последнего, до последнего, блядь, борется. Ну да, пизда. Но это нереально проходить. Это просто нереально. Но... Как? Ну, блядь, ну неужели вы не запускаете свою игру и не проверяете ее? Ну это пиздец. Я вообще в шоке. Я просто в ахуе. Выкладывать игру в Steam, просить за нее деньги и не проверять, как она работает. Ну я уж не думаю, что, блядь, я такой один, единственный и уникальный во всем мире, блядь, который словил этот баг. Пробуем еще раз. У меня просто других вариантов нет. Мне придется сюда входить и как-то пытаться куда-то, блядь, пройти. Здесь я оказаться не могу. Вон эта хуятина своей поползла. Давай, давай, съебывай. То есть вообще никак я сюда не смогу спуститься. Вот я прыгаю и стараюсь, нихуя. А тут, кстати, еще есть одна лестница. Даже лестница? Это тень? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Ну-ка. Блядь, куда-то провалился. Твою мать! Я забагался в стене и теперь вообще не могу. Сука, ну я от тебя так не отстану. Ты что думала? Еще раз, ребята. Еще раз. Последний, заключительный. Надеюсь, что меня паук не сапает и мы сейчас хоть куда-нибудь немножечко пройдем и двинемся. Я надеюсь, что разработчик посмотрит это видео и сделает все выводы. Поставит дизлайк, напишет, что я криворукая скотина и обсираю игры. Ну, как это обычно бывает. Но если разработчик нормальный и адекватный, то он исправит все свои недочеты. И может быть мы даже сыграем в эту игру еще. Естественно, когда она будет работать и проходиться. Но пока это какая-то дичь. Может кей-карт все-таки где-то здесь лежит? Хотя хуй бы он делал на кухне. У кого может... У кого может храниться кей-карт? Спокойно! У меня есть нож! Ну хули толку, если у меня нет инвентаря, а паук за мной блядь бежит. Уходим. Все, я в домике. Так. Что теперь? Что теперь? Куда теперь? Попробуем... Да, вот сейчас так пройти. Как в первый раз я ходил. Да! И окажемся в самом низу. Только как мне это сделать? Во! Нормально! Да, другое дело. Ну и что? Здесь очень много туннелей, но я ни в один не могу пройти. Хотя у меня теперь есть нож. Блядь, ну разработчик! Ну это просто пиздец! Ну я в ахуе! Я все понимаю, что скорее всего это первый его проект. Ну как бы ты когда делаешь игру, ты же наверняка и другие игры-то видишь. Или нет, блядь? Вот нам дают предметы, и что нахуй с ними-то? Как я должен их использовать? Ну вот у меня есть нож, как будто бы я должен разрезать эти коконы им. И в этих коконах я может и найду тот самый кейкар. Я просто, блядь, уже все варианты перебираю, все возможные варианты, но нихуя не подходит. Либо просто-напросто в этой игре ничего не работает. Что скорее всего так оно и есть. Ладно, пойдем выше. У меня есть нож. Есть кокон, но он уже разорванный. Из него кто-то выбрался. Пойдем тогда повыше, я помню там были еще. Где-то еще лежали тела. Попробуем их раздербанить. Если на паука не нарвемся раньше. Во, пришли. Да-да-да, вот-вот. Точно. Зажимаем Е. И спарываем кокон. И сейчас маленькие паучата побегут. Кейкард. Прекрасно. Все сходится. Все охуительно. Так. Теперь нам нужно пройти на кухню. Аккуратно, чтобы нас не въебали. Ну как это можно сделать? А это можно было бы сделать, если бы я вон там. А! Блядь! Не надо, пожалуйста, сука! Я столько, блядь, через столько прошел. Пидорас, какой тихий. Вылез тут незаметно, блядь. Стоит, поджидает. Да, надо было убрать доски. И тогда бы я здесь сейчас смог срезать. Ой, я дурной. Сам виноват. Не поверил в игру. А игра, смотри, стала проходиться. Но все равно этот баг с дверью, он прямо... Ну, пиздец, блядь. Так, мы здесь еще задержимся. Спокойно, ребят. Уже что-то. Мы уже поняли, что нужно делать и куда идти. Ну вот если бы не этот баг, было бы прям, конечно, гораздо лучше. Плюс вот эти вот постоянные фрезы, когда у меня мышка куда-то улетает, тоже неприятно. Ну, как говорится, уже что-то. Сейчас сделаем все красиво. Бежим на кухню. Берем нож. Открываем все двери. И эту тоже. Хоть бы как-нибудь подсвечивались, я не знаю. Потому что прям в глаза бросалось. Все, замечательно. Открыли дверь. Здесь тоже открыли. И теперь... Ага, ага, ага. Пока паук пошел наверх. Мы быстренько... Как я тут прыгал? Вот так вот, да? Раз, два и не разбились. Тут наверх поднимаемся. Да ебануться можно! Проходим игру за счет багов. Ну, как бы есть спидранеры, они в основном так и проходят. Но это не тот случай! Какой нахуй спидранер? Это не дихо! Добываем себе карту. А еще где-то я антидот находил, да? Какой-то из комнат. Это, по-моему, там на втором этаже я поворачивал налево. То есть будем иметь в виду, что мне еще это может понадобиться. И, скорее всего, это надо было брать тоже в самом начале. Потому что сейчас, спустившись вниз, этот самый антидот мне, наверное, и понадобится. Давай, открывай ворота, блядь. Придется еще раз переигрывать, чувствую. Мы через столько их прошли, ребят. Мы обязаны пройти эту игру до конца. Сколько там можно ехать? Вы что, блядь, издеваетесь? Мы все видели здесь сквозь текстуру. Мы знаем, что тут не глубоко. Так, заходим. Вы, собственно, кто? Блядь, что? Маленький кухон, яйца? Что это такое, блядь? Откуда тут мелкие пауча-то взялись? А, я понял. Значит, здесь, в принципе, пещера. Это не просто отсутствие текстур. Ну, я что-то там запустил, но мне как бы хотелось бы тут еще осмотреться. Я запрыгнул, я запрыгнул наверх, иди нахуй! Вот, молодец. И что дальше? Ну, ебаная ты, тварь. Она меня тоже въебала. Так, а если мы, знаете, как сделаем? Ой, блядь, обожаю такие игры, нахуй. В кавычках, конечно, как вы понимаете. Попробуем сейчас вот сюда сходить налево. Эти все двери закрыты, бесполезно в них ломиться. Они даже не активны. Попробуем взять этот обоссанный антидот. Может быть, действительно, он где-то нам пригодится. Дальше все повторяем, как в прошлый раз. Подбираем нож. Отворяем двери. Спускаемся вниз. Берем кей-карт. И в лифт. Может даже что-нибудь получится у нас в этот раз. Ну, как бы локация-то она, вот она вся. Что, сучара жирная? Уже наверху? А можно мне как-нибудь спрыгнуть сразу, чтобы там не корячиться снизу? Нет, вы умерли. Ну, знаете, у меня желание все меньше и меньше играть в эту хуйню. Уж извините. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok